МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже в следующем году эксперты рассказали, чем планируется привлекать туристов. Это новости при Каме. Я в студии Рустамбагизов. Здравствуйте. Агентство по страхованию вкладов подало рекордный для пенсионного рынка иск к бенефициару и бывшему гендиректору негосударственного пенсионного фонда «Стратегия». Корпорация планирует взыскать с него более полутора миллиардов рублей. Согласно данным на сайте агентства, до последнего времени самый крупный иск к топ-менеджерам и бенефициарам фондов с отозванной лицензией был в пять раз меньше. Лицензия «Стратегия» была аннулирована 17 марта этого года. В ходе инвентаризации имущества из пяти с лишним миллиардов рублей активов компании обнаружилось менее двух с половиной. Ранее в пенсионном фонде телеканалу также сообщали, что сроки подачи заявлений от пострадавших вкладчиков сдвинуты. Документы начнут принимать не ранее 3 октября. Аграрии придерживают зерно для более выгодной реализации. Такие предположения выдвинули прикамские мукомолы. Абонсовые средства предоставлялись аграриям весной с условием возврата зерном по заранее оговоренным ценам. Она ниже рыночной. По такой схеме местные мукомолы работают уже несколько лет. Но вместо зерна аграрии возвращают обратно деньги, как предполагают переработчики, из-за низкого урожая и летней засухи. Кроме того, они отметили резкое ухудшение качества уже поставленного зерна. О дефиците хлебопекарной пшеницы в стране заявили представители отрасли на съезде мукомолов в Москве президент Российского Союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич оценил дефицит почти в 13 миллионов тонн. Беспокойство экспертов вызывает тот факт, что восполнять дефицит будут пшеницы более низкого класса, что отразится на качестве хлеба. Открытие природного парка на территории Пермского края, которое может состояться уже в следующем году, сохранит ряд территорий, пользующихся популярностью у туристов. Такое мнение выражают представители Пермской тургильдии. Приоритетными территориями для создания природного парка считают Усевинский и Чусовской районы. Главным препятствием для создания таких парков раньше было низкое внимание к туризму местных властей, уверены в гильдии. Сейчас один из проектов находится на рассмотрении в Краевом Минприроды. После региональной экспертизы в конце года проект уйдет на утверждение в Москву. Представитель Министерства природных ресурсов говорил о том, что надо около каменного города в округе сделать природный парк. Это, конечно, вливая точка уже для всех, потому что все видят туроператоры, гиды, кто туда вводит местные жители, как гибнет эта территория от ее такого варварского использования. И природный парк, конечно бы, он ограничил пагубное воздействие. Согласно проекту, разработанному сотрудниками классического университета, природный парк площадью 124 гектара будет разбит на три участка. Самый северный будет расположен в долине реки Вишера. Усевинский участок будет включать известный природный памятник Каменный город. Третий будет находиться в долине реки Чусовая. Депутатский корпус законодательного собрания третьего созыва Пермского края обновится более чем наполовину. Сегодня Крайзберком установил общие результаты выборов в Крайву парламент. За 60 депутатских кресел боролось 639 кандидатов. Конкуренция составила почти 11 человек на место. Из них в настоящий момент избрано 59 депутатов, 34 новичка, 25 работали в законсобрании прошлого созыва. В округе номер два выборы отложены на 4 декабря. Главным итогом сегодня в избиркоме считают отсутствие фактов о спаривании результатов кампании, отмечая малое количество жалоб в ходе проведения выборов. Индекс кредитоспособности Пермского края за полгода вырос на полтора пункта. Это данные фиксирует агентство Реорейтинг. В общем списке Пермский край на 13 месте. Его индекс почти достиг отметки 85 пунктов. В расчете индекса учитываются показатели, характеризующие долговую нагрузку региона, его бюджет и экономику. Более выгодная позиция говорит о способности у субъектов страны своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. В том числе по госдолгу и дефициту бюджета перед банками и ЦБ. В целом по России за первое полугодие 2016 уровень долговой нагрузки сократился в 50 субъектах. Но при этом суммарный объем госдолгов регионов почти не изменился и составил 2 трлн 300 млрд рублей. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск уже через час. Новости доступны на нашем сайте perm.rbc.ru. До встречи. РБК Перм. Дело. Ломбарды. Маркер экономики. Сегодня в 19.35. РБК Перм. Дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова